Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я подготовил для вас только лучшие инструменты сайта Алиэкспресс, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Резиновая опора для домкрата. Вставляется в чашку плотно и не болтается. Установить нужно, чтобы горизонтальная прорезь проходила между зубцами чашки. Выполненная из эластичной и прочной резины, служит надежной защитой верхней опоры домкрата и кузова автомобиля от механических повреждений. Пресс для банок. Алюминиевые банки, как и любая другая тара из подгазированных напитков или пива, имеют свойство со временем накапливаться. Но перед тем, как отнести отходы предназначное место, не помешает немного уменьшить алюминиевые банки в объеме. С помощью пресса объем банки сокращается на более чем 75%. Лазерный гравер INSMA. Это далеко не промышленный лазерный гравер, который гравирует на металле и режет все подряд. Но нанести рисунки, логотипы на кожу, дерево и брелки сможет легко. Свои функции гравер отрабатывает, подойдет для домашнего использования и гравировки мелкой утвари. Стеклорез для бутылок. Это отличное приспособление для тех, кто любит мастерить что-то своими руками. Из стеклянной бутылки можно сделать множество вещей. Прозрачный стакан, вазу ручной работы, подсвечник, плафон, люстру и многое другое. Термический нож для резки пенопласта. Предназначен для резки различных материалов, сделанных на основе полистирола. Чтобы отрезать кусок пенопласта, горячий нож продвигаются средней скоростью, которая обеспечивает качество реза без вырывания фрагментов и оплавления краев. Линейка радиолюбителя или мультитул для электронщика. Представляет собой отрезок печатной платы с вытравленной топологией линейки и шелкографией. На лицевой стороне линейки нанесена метрическая и дюймовая разметка. Также присутствуют футпринт и множество компонентов, образцы отверстий разного диаметра, предназначенные для измерения сечений провода по АВГ. Друзья, в данный момент мы все вынуждены сидеть дома на самоизоляции, и нам приходится как-то себя развлекать в четырех стенах, но вариантов не так много. В этом я и хочу вам помочь. Я не понаслышке знаю, что сейчас все перешло в онлайн, и развлечением у многих являются интернет-магазины. Но обычно это заканчивается тем, что товары, выбранные вами, так и остаются в корзине в связи с нехваткой денежных средств. И решил, что нужно найти способ, как вам в этом помочь. Долго искать не пришлось. Все мы знаем, что заемные средства иногда могут нас выручить, но я нашел действительно классный продукт. Это кредитная карта Visa Alpha Bank. 100 дней без процентов. В данное время условия карты действительно удобны для нас всех. Она будет финансовой подушкой в сложившейся ситуации в стране. Давайте немного расскажу вам о ее преимуществах. У карты возобновляемый беспроцентный период. То есть у вас есть 100 дней, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты. А через сутки после погашения задолженности 100 дней начинаются снова. Возможность снятия наличных до 50 тысяч рублей в месяц также без процентов. Удобный интернет-банк и приложение на телефон. Кредитный лимит по карте 500 тысяч рублей. Доставка карты осуществляется на дом представителем банка безопасным способом. Но это не все. Есть ссылка, по которой годовое обслуживание на первый год будет стоить 590 рублей вместо 1490. Я считаю, что в данный момент приобретение данной карты будет отличным решением. Ссылку, по которой будет действовать скидка, можете найти в описании к видео. Активируйте карту сразу, если активировать после завершения акции, то скидки на годовое обслуживание не будет. Всегда рад вам помочь. Ну а мы продолжаем. Мощный фонарик на светодиоде X-HP 72. Яркость свечения 4500 люминов. Дальность луча почти 500 метров. Восьмой класс защиты, а также прочный и одновременно легкий алюминиевый корпус. Отличный вариант для охоты, рыбалки или туризма. Графитовые электроды. Сегодня очень популярна сварка графитовым электродом концов медных проводов. Раньше эту задачу решала пайка, но сваривать изделие оказалось намного проще. Здесь не требуется использование флюса и припоя, а контакт получается надежным. Шаблон для сверления. Представляет собой направляющее приспособление с кондуктором, используя который сверление отверстий можно выполнить на любом удалении от края детали, вне зависимости от ее ширины. С помощью регулировочных переключателей можно регулировать величину отступа. Автоматический кернер. Для того, чтобы оставить лунку для начальной установки сверла или любую другую отметку, не нужно использовать молоток. Механизм этого керна устроен таким образом, что при нажатии на него за счет двух пружин срабатывает отдача, и баек оставляет отметку на поверхности металла. Фрезерная пластина в стол. Монтажная плита представляет собой прямоугольную пластину с круглым отверстием посередине. По углам ее находятся штифты в подтай для крепления к столу. Возле центральной лузы размещены отверстия для штифтов крепления фрезерного устройства и сменных колец. Токарный патрон. Это основной элемент оснастки токарного станка, зажимное устройство, обеспечивающее фиксацию заготовок на шпинделе. Применение патронов позволяет производить обработку на высоких скоростях вращения, обеспечивает точность установки и необходимое усилие зажима. Омедненная сварочная проволока. Применяется при сварке углеродистых и конструкционных сталей. Внутри она состоит из обычного металла, а наружное покрытие обогащено медью, что уменьшает количество брызг и задерживает образование трещин в горячем состоянии. Это лучшая сварочная проволока для полуавтомата в тех случаях, где важна максимальная чистота металла после накладки шва. Сменная токарная твердосплавная пластина по металлу. Резцы применяются для наружной обработки деталей, обрезки и нарезки канавок, нарезания металлической резьбы для внутреннего точения, обработки поверхностей глухих отверстий. Подходит для непрерывной и прерывистой обработки стали и стальных отливок от чистовой до черновой обработки. Керамическая проставка является держателем сопла. Применяется в лазерных станках в качестве изолятора для корректной работы датчика слежения за поверхностью. Препятствует нагреванию нижних частей лазерной головки. Резьба на проставке соответствует резьбе на сопле. Очки для сварщика «Хамелеон». Стекла очков зеленые с просветлением. Принцип действия очков следующий. При быстром изменении яркости электронная часть с мультиплексером через операционный усилитель TLC-27 регулирует затемнение. Питание осуществляется с помощью батареек и солнечных батарей, установленных в лицевой части очков. Набор жал для паяльника. Есть универсального типа, но разных размеров. Есть для пайки массивных деталей, игольчатые для мелких СМД деталей, кочерга там, где неудобно подлезать к детали. В итоге, если заниматься пайкой разнотипных деталей, образуется штук 5-7 жал, которые часто используешь. Светодиодный светильник для приусадебного участка. Представляет из себя автономный наружный осветительный прибор со встроенным датчиком движения и солнечной батареей, которая заряжается автоматически в течение дня и загорается ночью. Скребок с металлическим сменным лезвием для удаления старой тонировочной пленки и следов клея с поверхности стекол автомобиля, а также эффективно защищает разного рода загрязнения со стекла, керамического оборудования и изделий, а также с кафельного пола, не повреждая при этом поверхность. Угловая струбцина. Используется для закрепления двух деталей под углом 90 градусов при склеивании или использовании при другой технологии соединения. Струбцина выполнена из прочного пластика и не требует колоссальных усилий, чтобы временно зафиксировать элементы мебельных конструкций. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!